Китайская кухня В сочетании с кусочками белой рыбы и золотистый винный соус придают блюду отличный цвет и нежный, но в то же время насыщенный вкус. С первого взгляда кажется, что приготовить его не очень-то просто. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Нам понадобится филе палтуса, древесные грибы, винный настой, яичный белок и бобовый крахмал. Итак, это и есть наш винный настой. Он уже отстоялся, и скоро мы пустим его в ход. Да, если для одного раза настоя слишком много, то вылейте в бутылку. А не испортится? Не испортится, там же вино. К тому же пахнет асмантусом, вы чувствуете? Да, я заметил, а почему? Там ведь засахаренные цветки асмантуса. Мне кажется, этот настой хорошо пойдет теплым. Лучше не стоит. Почему? Здесь есть соль и сахар, и если его пить подогретым, будет невкусно. Итак, это и есть винный настой. Да, и это довольно часто используемая в шандунской кухне приправа. Кстати, я хотел спросить, а такая настойка продается в магазинах? По-моему, нет. Есть настойка одной шанхайской марки, но она абсолютно не похожа на нашу. Да, в нее добавляют пряности, и, как правило, ее используют в блюдах со свининой и соевыми бобами. Ладно, теперь давайте поговорим о рыбе. Раз уж мы готовим рыбу в винном соусе, то она, наверное, должна быть какой-то особенной. Верно, сегодня мы будем готовить палтуса. А в чем его особенность? Обычно, когда мы говорим про рыбу в винном соусе, мы прежде всего имеем в виду шандунскую кухню. Если быть более точным, то это блюдо в основном готовят в таких районах провинции Шандун, как Фушань и Дзинань. А так как Шандун является приморской провинцией, то для приготовления данного блюда используют морскую рыбу. Такую, в которой мало костей и которая легко режется на тонкие кусочки. Да, морскую в основном используют камбалу. На самом деле палтус тоже относится к семейству камбаловых. У камбала же оба глаза тоже расположены на одном боку. Всех этих камбалообразных еще называют морскими языками, потому что по своему внешнему виду они очень напоминают язык. К ним относятся палтус, морская камбала, тюрбо, большой ромб и другие. А сегодня мы с вами будем готовить палтуса, одну из лучших камбаловых рыб. Палтус считается рыбой высшего сорта. Наверняка не просто так. Да, обычно в ресторанах это блюдо теперь готовят с селедкой, китайским окунем или с белым амуром, который еще дешевле. Но если вы хотите приготовить настоящую рыбу по-шандунски, то нужно брать палтус. Для начала нарежем рыбу на куски. Да, рыба отменная у нас. Точно, без костей и очень нежная. Вообще, для приготовления этого блюда годится как пресноводная, так и морская рыба. Да, селедка, окунь, все можно. Если не купите палтус, берите селедку или окуня. Правда, мясо некоторых видов рыбы невозможно нарезать на тонкие полоски. Они расползаются, да. Нам нужны ломтики потолще. Такую рыбу, как, к примеру, желтый горбль, можно тушить в винном соусе, но немножко по-другому. Серьезно, да. Вот поэтому-то в любом блюде очень важно подобрать правильные ингредиенты. Само собой. Резать тоже нужно правильно. Мы нарезаем ломтиками горизонтально. В любом случае пресноводную рыбу нельзя нарезать слишком тонко. Чтобы блюдо получилось, нарезайте потолще. Правильно. Иначе мясо расползется. А мне кажется, селедку можно резать покрупнее. Да, будет вкусно. Кстати, я должен упомянуть еще об одной вещи. Мясо рыбы не должно быть слишком водянистым. После прожарки кусочки должны быть крепенькими. А если мясо водянистое, тогда будет каша. Получится не рыба в винном соусе, а каша в рыбном соусе. То есть нашему блюду конец. Это точно. Обычно кусок такой толщины можно нарезать еще на 4 ломтика. Да, наши ломтики получаются толщиной около 2 миллиметров. Это то, что нам нужно. Нож для резки должен быть острым. Верно. Если тупой, то не получится. Госпожа Ванна, настоящий мастер. Сейчас мы с вами добавим сюда яичный белок. Выкладываем рыбу в чашку. Делать это нужно рукой. Да, чтобы кусочки хорошо смешались. Теперь берем соль и подсаливаем. Для вкуса. Затем берем яйцо, яичный белок и перемешиваем рукой. После этого рыба будет еще нежнее. Да. Она в принципе и так нежная, но в процессе обжарки белок затвердеет и следовательно удержит сок, содержащийся в рыбе. Нужно, чтобы каждый кусочек пропитался. А палтус дорого стоит. Честно говоря, я даже не знаю, какие сейчас цены на палтус. Я как-то ходила на рынок и видела, что его продавали по 7 юаней за полкило. Недорого. Это искусственно выращенный палтус, поэтому он дешевый. Выловленный в природных водоемах, конечно, будет дороже. То есть около 14 юаней за килограмм. И одна рыбина в принципе и тянет на килограмм, так? Палтус крупная рыба. Он может весить килограмм, два, три. Самый крупный палтус может быть размером с этот стол. Как мои плечи. Крупная рыба. Получается, что цена на палтус почти такая же, как на мясо. А на рынке его продают нарезанным или только целиком? Обычно продают по пол рыбины. Конечно, кто же съест такую огромную рыбу? Обычно его продают очищенным, то есть филе, как в нашем случае. Да, это очень удобно. Это лучше, чем селедка, про которую вы говорили. Да, селедку у нас продают живой, поэтому дома ее приходится разделывать. Вы правы, очень много выбрасывается, а здесь ничего не тратится. Далее у нас бобовый крахмал. Лучше именно бобовый, потому что он вязкий и не такой абсорбирующий. Кроме того, после него блюдо выглядит гораздо белее. И сам он по себе очень чистый. Иногда после добавления бобового крахмала корочка получается жесткой, так или нет? Да. Поэтому иногда лучше использовать кукурузный крахмал, но в нашем случае нужен только бобовый. Я смотрю, старина Чень, вы уже научены опытом и знаете, что рыбу лучше готовить с бобовым крахмалом. Вы угадали. Вы еще и про кукурузный знаете. Конечно. Наверняка вы уже готовили жареную рыбу с кукурузным крахмалом. Но сегодня нам нужен бобовый, иначе все испортим. Да. Так, почти закончили. Теперь опускаем в сковороду. Кстати, это блюдо готовят в воде или в масле. Можно и в том, и в другом. Но все-таки в ресторане вы как готовите, на воде или на масле? В ресторане обычно на масле. А сегодня мы готовим по-домашнему, так и полезнее. Верно, верно. Огонь нужно убавить. Вода закипит и убавляйте. На самом деле все очень просто. Рыбные кусочки нужно класть в воду развернутыми. Никаких других секретов. Просто разверните их руками. Так они не слипнутся, поэтому запомните, что их нельзя класть в сковороду свернутыми. Развернутыми. Верно. Вообще рыба очень быстро проваривается в кипящей воде. Однако огонь не должен быть слишком сильным. Если он будет сильным, то все развалится, да. Будет каша. Да и вкус не будет нежным. Это особенность рыбы в винном соусе. Выкладывать кусочки на блюдо обязательно нужно развернутыми. Да, верно. Для других жареных блюд это не столь критично. Но рыбу только так. Запомните. Понятно. Выкладываем на тарелку. Посмотрите, какие ровненькие кусочки. Красота! Очень ровненькие. Один к одному. Что мы делаем дальше? Сейчас мы займемся грибами. Грибы черные, а рыба белая. В традиционных китайских блюдах цвету придают большое значение. Вы правильно сказали. Грибы черные, а рыба белая. Сейчас многие стали разбираться в полезных свойствах древесных грибов. Но не надо забывать и о цвете. Это точно. У нас получается черно-белое блюдо. Мне кажется, здесь не хватает немного красного. Нет, красный здесь лишний. Вода закипела, кладем в нее грибы. Это блюдо не должно быть броским на вид. Черного и белого вполне достаточно. С желтым соусом будет очень красиво. Запомните. Ладно, посмотрим. Выкладываем грибы на тарелку. Слегка ошпарили их в кипятке. Да, грибы уже можно считать готовыми, потому что мы вымочили их в горячей воде. Наше блюдо должно получиться и вкусным, и красивым. Пока что у нас два основных цвета. Это черный и белый. Действительно, очень красиво. Кроме того, кусочки рыбы плоские, а грибы по форме напоминают цветы. Если бы грибы не имели такой формы, то блюдо было бы уже не тем. Точно, мы бы резали ее цветочками. Итак, ломтики рыбы сварились, древесные грибы готовы, и следующий важный шаг – это приготовление винного соуса. На что тут следует обратить внимание. Теперь настал черед соуса. Это завершающий штрих. Соус – это самое главное. Берем наш настой, наш винный настой. И сейчас мы с вами увидим, как все-таки делается этот соус. Наливаем в сковороду немного воды. От этой завершающей стадии, собственно, и зависит вкус блюда. Если у вас дома есть куриный бульон, то он отлично подойдет для соуса. Если нет, то сгодится и вода. Бульон на косточках тоже сгодится. Да. Соотношение настойки и воды примерно один к одному. Вода здесь играет очень важную роль. Как только вода закипит, можно добавлять в нее приправы. Да, настойку пока не торопитесь вливать. Добавляем соль. При нагревании из настойки выдыхается спирт. Точно, это не нужно. Кладем соль, она очень важна, и сахар. Сколько вы кладете сахара и соли? Я видел одну чайную ложку соли и две сахара. Все верно. А вот третья, четвертая и пятая. А это усыдитель вкуса. Итак, вода закипела. Теперь можно вливать настойку. Да, один к одному. Выливаем две поварешки настойки. Когда готовите соус, следите за силой огня. Не ставьте на сильный огонь, иначе настойка выдохнется, и блюдо не получится, так? Да. Не прибавляйте огонь. Верно. Выключили? Нет, мы просто убавили. Поставили на минимум. Разбавляем крахмал в воде. Все? Да. А разве не надо сначала разложить рыбу? Нет, мы ее еще будем обжаривать. Итак, добавляем крахмал. Чувствуете аромат? Да, уж жаль, что наши телезрители не могут его почувствовать. Он просто восхитительный. Это точно. Бобовый крахмал хорош тем, что он прозрачный и очень блестящий. Точно. Теперь выкладываем рыбу. Не получается переворачивать кусочки. Может, я помогу вам? А их вообще нужно переворачивать? Если у вас получится, то можно. Но для этого нужна сила. Женщинам лучше не переворачивать. Если вы делаете дома, и у вас не получается перевернуть кусочки, то лучше оставьте их так. Соус можно считать готовым, когда он начнет пузыриться. Теперь чуть-чуть маслица. Достаточно. А что с грибами? Да, теперь можно выключать плиту и выкладывать. Выливаем в тарелку. Прямо на грибы. И теперь их нужно достать палочками. Грибы остались на дне тарелки. Их нужно оттуда достать. Так будет красивее, и цвет будет черно-белым. Ну вот, наша рыба в винном соусе готова. Красиво и вкусно. Думаю, первым делом должен попробовать наш эксперт. Я тоже возьму кусочек. Это того стоило. Правда. Сладковатое, нежное и сочное. Действительно вкусно. Я еще возьму. Да, очень вкусно и ароматно. Давайте еще по кусочку. Сегодня мы с вами приготовили традиционное китайское блюдо. Надеюсь, что несмотря на его сложность, вы сможете приготовить его у себя дома. Ну а мы вынуждены проститься с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok